Денис, приветствую тебя. Привет, привет. В одном совместном ролике анализа технического и фундаментального с теми возможностями, которые нам кажутся интересными. Сегодня мы после Федрезерва, который, можно сказать, что придал немножко топлива финансовым рынкам. По крайней мере, походили мы по отдельным активам довольно неплохо. Американский фондовый рынок начал покорректироваться. Не знаю, начало ли это распродажа риска по фонде или, опять же, очередная коррекция, которую быстро выкупят и вернемся на локальный максимум. Ну, как-нибудь о фондовом рынке мы поговорим сегодня. Давай тогда классически пробежимся по тем идеям, которые ранее давали и чуть-чуть обновим прогнозы, потому что, видимо, интересного сейчас в моменте. Давай. Тогда к демонстрации перехожу. Так, в прошлый раз с моей стороны, да, в принципе, у нас с тобой одинаковые торговые идеи, схожие по одним и тем же активам. Мы с тобой разбирали ситуацию с европейской валютой против доллара. В частности, я рекомендовал дождаться коррекции. Примерно вот здесь мы были, когда повещали. Коррекция до отметки 1.1250 и оттуда попробовать выкупить в расчете на перехаю под отметкой 1.14. В данном случае неплохо мы действительно сняли эту отложку, сходили к значению 1.14. Но я не хочу как-то воспевать особенно эффективность этой сделки, потому что, в принципе, сейчас продолжение тренда, да и ранее, виделось довольно предсказуемым, учитывая то, что и на рыночное настроение мы смотрели. Большинство действительно в продажах, рынок идет против толпы. Так он и сходил, собственно, к новым максимумам. Как действовать сейчас? Я все-таки порекомендовал бы из евро против доллара выйти, так же, как и если кто-то использует торговлю другим риском против доллара. Потому что сегодня какие-то задатки восстановления американского доллара по индексу американской валюты. Ну, мы видим. И, возможно, мы до конца этой недели столкнемся с явлением таким, как коррекционный откат, который уже впоследствии потенциально может перерасти в нечто большее, но пока что будем говорить лишь как бы о коррекции. Сегодня, кстати, евро и фунт очень неплохо вниз ходили. Правда, сейчас евро активно выкупают. Короче, я предлагаю немножко продлить идею, которую раньше давал. А хотя, знаешь, по евро вот как поступим. Те, кто заходил в рынок, по моей рекомендации, можно из него выйти и оставить европейскую валюту в покое, чтобы разнообразить инструменты. Предлагаю на фунт еще взглянуть, чтобы было также параллельно что-то интересное по нему. Вторая идея была покупка доллара против иены. Я рекомендовал тоже использовать отложку Мобайлимит с уровня 107.50. Ну, в данном случае рынок пролетел и никакого отката, вообще ушли мы вниз. То есть нужно закрываться. Пока что рискованное предприятие находиться в этой сделке. Ничего страшного, что минус. Я уверен, что будут еще торговые возможности, на которых можно будет все отыграть. И что касается идей на сегодня. Начнем мы с британской валюты. Уже пару слов закинул о том, что я ожидаю коррекционную динамику. Поэтому по фунту я предлагаю сделку продажу через селл-стоп с уровня 1.2660. При этом стоп-воз можно поставить на уровень 1.2740. Хочется, конечно же, сказать, что распродажам способствует какой-то фундаментальный фон, вернуться к теме Brexit и проблемам в плане переговоров. Ну, конечно же, нет. Фон британский, национальный, на фунт сейчас абсолютно никак не влияет. Но допускаю то, что на британца повлияет поведение доллара. Американская валюта сегодня по индексу, если мы посмотрим, растет. И у меня есть своя точка зрения, почему это происходит. Потому что ФРС, хоть и подтвердил готовность действовать в плане новых экономических стимулов, помогать экономику для того, чтобы противостоять последствиям пандемии. Опирался в своих оптимистичных прогнозах того, что дальше будет лучше, в том числе и последний отчет по Non-Farm Perils. Но конкретики по поводу того, будут ли еще и в каких объемах дополнительные денежные вливания, он не дал. Вот общаясь с коллегами, ну, действительно, были опасения. Если бы Джером Пауэлл закинул идею о том, что готовы они еще задействовать пакет на пару-тройку триллионов, вот тут было бы, конечно, все жестко для доллара. И бескомпромиссно мы бы увидели серьезнейшие распродажи, прям тотальнейшие. Пока что доллар чуть-чуть придержали. Это не значит то, что доллар не улетит вниз там к тем уровням, которых мы давно не видели. Но все-таки сейчас после вкуса от вот этого Федрезерва, когда рынок думает, что в приоритете для Федрезерва сейчас немножечко поддержать вот эту выжидательную позицию, посмотреть, как экономика будет реагировать на прошлые стимулы и не торопиться с новыми мерами поддержки. Если все-таки вот эта идея будет пока что до конца недели центральной и трейдеры будут ее смаковать, то, возможно, доллар сможет немного вырасти. Очень рассчитываю на то, что сегодняшнее восстановление доллара продолжится и до конца текущей сессии, и до конца недели. И в связи с этим будет возможность усилить вот эту коррекционную динамику по рисковому активу. Поэтому по фунту я в целом готов к любой коррекции. Я не вижу уровней, до которых фунт может падать. Возможно, там у тебя есть как бы более лучшее представление, уверен, что так есть с точки зрения техники. Ну, допуская то, что если фунт уже припал фактически с максимумом 1.2812 до уровня лоу 1.2650, это 160 пунктов, ему ничего не стоит показать еще более выраженную коррекционную динамику. Поэтому сделка с L-stop 1.2660, стоп-loss 1.2740, так профит пока не ограничен. И вторая сделка по доллару канадцу. Очень, мне кажется, заманчиваем сейчас именно длинные позиции. Через байлимит предлагают действовать с уровня 1.3450, стоп-loss на уровне 1.3360. Потому что нефть снижается. Опять же, это может быть просто коррекция. Но с точки зрения фундамента есть предпосылки от сомнений в эффективности сделки ОПЕК до вчерашних данных по запасам. Ну и пульс пока снижается. Для канадца это чуть ли не основной локомотив. В движении. Раньше на восстановление мы видели, как восстановление нефти канадец укреплялся. Сейчас нефть дает слабину третий день подряд. И, пожалуйста, канадец также проседает. Ну и все то, что я сейчас сказал по доллару. Доллар – это как вторая причина того, что пара доллар-канадец может сохранить восходящую динамику. Поэтому я допускаю, что сейчас рынок может дать небольшую коррекцию, как раз корню скользящей средней. И после чего попробуйте еще один разочек зайти повыше. Выше уровня 1.3560. Очень рассчитываю, прежде всего, на поддержку доллара. Денис, ну, вроде бы как донес свою точку зрения по доллару в отношении пары доллар-канадца и фунта. Я, соответственно, передаю нашим большим удовольствием слово тебе. Отлично, потому что на самом деле мне тоже есть что сказать, есть что добавить. Тем более чуть конкретнее с точки зрения техники и уровней. Сейчас я сделаю показ рабочего стола. В общем, я вчера был псих. Да, меня можно действительно называть психом отчасти или полностью, не знаю. Связано с чем? Дело в том, что на ставке, в принципе, я не ожидал каких-то, ну, скажем, серьезных телодвижений. То есть, ну, ставка и ставка, все были готовы к тому, что ее не поменяют, поэтому ничего интересного. Естественно, как и ты уже говорил во вторник, что самое интересное, конечно же, на риторике, на пресс-конференции, которая была после ставки сделана. Когда Джарем Павел уже, соответственно, свою монетарную политику объяснил так, что они будут делать, что до 2022 года не хотят уменьшать эту ставку. То есть, рынок, в принципе, частичным позитивом сделал. И когда я увидел почти по всем валютам, за исключением разве что франка и иены, хорошую такую кульминацию, прошли крупные объемы, то я прям ночью на микрооткате решил вскочить. Поэтому буду сейчас так аккуратненько. Касательно сделок, смотри, вот по евро, что я вижу на данный момент? Евро находится в часовой зоне сопротивления 1.1365-1.14. Зона сильная, на самом деле, действительно сильная. Вопрос в том, подтвердят ли полноценно, потому что уровень 1.1320 является на данный момент ключевым с точки зрения поддержки. И когда четырехчасовая свеча сможет закрепиться ниже данного уровня, вот он у меня отмечен синим цветом, если закрепляется ниже, то огромная вероятность дохода, причем коррекция с двумя целями. Первая в районе 1.1240. На прошлом нашем с тобой брифинге как раз тоже у меня вот здесь находилась зона покупателей, от которой то же самое произошел выход вверх. То есть мы с тобой это обсуждали как раз во вторник. И следующая цель, еще более сильная, более стратегическая, в районе 1.1150, так как рублей. Поэтому фактически вот если закрепиться четырехчасовик ниже, это будет реально очень классной возможностью, потому что и дополнительно тоже трендовые поддержки пробьют, это как такой, скажем, вспомогательный фактор, который подскажет нам о продаже. Также вот у меня находится, здесь прям видно, все завалено цифрами, это верхний полграницы рынка, то есть здесь и месячный, и недельный, вот они все вместе прям сочетаются в таком большом, широком диапазоне. И, соответственно, тоже как дополнительно сопротивление. Поэтому я здесь продажу буду удерживать, посмотрим, к чему это приведет. То есть пойдет, не пойдет, там, в любом случае, если вдруг что-то не так, там могу выскочить с минимальным испугом, так это назовем. В общем, евро, я то, что неоскорян, что все-таки коррекция назрела, и вчера это был как, ну, такой толчок для этого. А по фунту у меня мысли абсолютно аналогичны. Тоже вчера ночью сделал вот такой вот ход коню, можно сказать. Он рисковый, да, признаю. То есть ход действительно рисковый, без подтверждения каких-либо факторов. Просто из-за того, что вел точный объем влилили еще даже на прошлом контракте. Сейчас у нас все-таки переход сделал уже на сентябрьский контракт, поэтому у меня тут объем небольшой, они буквально эту неделю начали подтягиваться. Основные там начнут с понедельника заходить. Но, тем не менее, по сентябрьскому еще, точнее, по июньскому контракту еще у нас здесь объемы точно достаточно крупные прошли. И сделали, опять-таки, часовую зону здесь продавцов в сочетании с полуторной маржинальной зоной сопротивления. Также вот у нас верхние границы рынка, где сейчас находится. И плюс к этому еще в четырехчасовом тайме у нас такая кульминационная красивая свеча, которую подтвердили перекрытием вниз. В идеале, конечно, чтобы цена аж сюда пониже сходила, но это уже мне так хотелось, чтобы в идеале было. Но это может не произойти, поэтому цена при возврате вот в эту зону как раз нужно будет активно высматривать продаж. То есть 1,2720, 1,2785 в этом диапазоне. Да, диапазон широкий, но, извините, какой есть, потому что волатильность вчера была чуть выше, чем в предыдущие дни. Поэтому здесь я тоже через внутреннюю коррекцию и нашел целью в районе 1,2475 примерно в этот район, потому что здесь если так в целом сегментированно разбросать график, то видно, что здесь у нас будет ближайшая поддержка. Более стратегические данные уже вот в этом достаточно большом диапазоне. А что касается канадца, здесь еще более красивая ситуация. По канадцу, у меня вот ниже были, я их оставил, такие коричневые уровни. Это стратегические уровни поддержки, которые цена красиво протестировала, дала достаточно крупный объем. Вот его можно увидеть на часовом графике. Вот видно такой значимый весьма объем. И от него же быструю реакцию вверх. То есть при наличии данной реакции она является как подтверждающим фактором того, что рынок уже готов, в принципе, идти в коррекцию. То есть я не говорю о том, что это прям какой-то глобальный разворот. Нет, пока я этого честно не вижу. Но как минимум коррекцию здесь реально дать могут. Цель у меня находится очень простая. На предыдущем, точнее даже правильно сказать, позапрошлом накоплении. И плюс ко всему есть такой постулат, что чем большее количество раз цена ударяется в какой-то уровень, когда на случай сопротивления, тем больше вероятность того, что она его пробьет. То есть это как аналогия ударов отбойным молоком по стенке. То есть стенка не будет крепче становиться с каждым ударом. Точно так же и здесь. С каждым ударом цены в уровень или диапазон сопротивления возрастает все больше вероятность того, что цена его все равно со временем пробьет. Поэтому, я думаю, через внутреннюю коррекцию делают. То есть отскок второй. Кто-то будет говорить, что это двойная вершина и так далее. Это все не важно. Главное, что основное сосредоточение объемов у нас находится вот в этом диапазоне. 1,33-55, 1,34-10. И с этого диапазона есть огромная вероятность того, что выход все-таки нам сделают вверх. Поэтому здесь я тоже за лонги то же самое, как и ты показывал, но вот чуть-чуть конкретизировал в плане самого диапазона. Спасибо тебе, Денис. Классная аналогия с молотком и стенкой. Очень круто. И уверен, что твои комментарии, знаешь, как бальзам на душу для тех, кто следит за биткоином сейчас. Там есть планка 10 тысяч. И вот ее за последние три месяца три раза уже ломали. И сейчас в моменте 9804 по биткоину уже четвертый раз к ней подходим. Ну, возможно, четвертый раз будет уже окончательным ударом по этому сопротивлению. Его удастся сломать. Так, кстати, забыл еще такой маленький момент сказать, что уже в следующий понедельник, 15 июня, как раз у меня стартует мастер-класс. И там будут те методы, которые я у себя применял для, ну, хоть и рисковых входов, но все же. То есть аргументация, почему это все сделала, почему это произошло, что такое общая кульминация, как она подтверждается критикальными объемами, точными объемами. Вот это как раз и есть, я бы сказал, основная тема того мастер-класса, который вот на следующей неделе, с 15 по 19 июня, как раз будет происходить. Поэтому ссылочка под данным видео будет в описании. Не забывайте переходить, там уже ребята будете смотреть на саму программу. И вот, собственно, эффективность, я думаю, и так уже видна. Денис, спасибо тебе большое за уделенное время и внимание. Ну что, давай следить за мыслями. Тебе, как традиционно, прекрасного закрытия недели и замечательных выходных. И доски. Все, замечательно, дружище. Давай до вторника. Отличных выходных. Пока-пока.